Трио из Москвы участвует в подобных заплывах уже не впервые. Капитан на борту Иван Федоров, он потомственный яхтсмен. Любовь к водным видам спорта участнику привил отец. Именно на семейном досуге и появилось чудо спортивной техники – катамаран, собранный москвичами собственноручно. Так плавать интереснее и безопаснее. А для того, чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности, перед выходом в море судно тщательно проверяется всеми членами экипажа. С моего рождения отец этим занимается, именно постройки катамаранов. Именно это его конструкция. И считается, что эта конструкция оптимальна для соревнований, для парусских походов. Мысли о том, что женщина на борту к несчастью – стереотипы. Убеждены участники из Москвы. Именно поэтому среди членов экипажа Ольга Амельченко. Она выступает лишь первый год, но уже делает определенные успехи в искусстве управления плавательным средством. А способствует этому спортивная сноровка. Ольга – профессиональная акробатка. Попробовав себя в водных видах спорта, участница твердо решила не только попасть на Олимпиаду, но и выиграть ее. А пока постигает азы гонок на катамаранах. Мне очень нравится. У меня сейчас вот третьи гонки. И с каждым разом я понимаю все больше. У меня очень хорошие учителя, очень опытные. И если занимаешься парусами, в них невозможно не улюбиться. Прошлогодние и нынешние фестивали совершенно разные. В дебютном было на порядок меньше конструкции. Соответственно, отличается и маршрут гонки. Ее старт на Оршинцевской косе. В целом 50 участников из Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа и Новосибирска проплыли дистанцию 30 километров. Они преодолели путь из Керчи на Тамань и обратно. В заплыве поучаствовали призеры и чемпионы международных турниров по экстремальным видам спорта. В прошлом году лучшим в заплыве кайтеров оказался Максим Федоров из Санкт-Петербурга. Он сумел пройти дистанцию меньше, чем за час, за 53 минуты. Керченский пролив – это одно из лучших мест для гонок. Почему? Потому что здесь образуется труба и почти всегда есть ветер. Даже если нулевой прогноз, тут в день хотя бы на 2-3 часа что-нибудь дунет. Поэтому, конечно, всем рекомендуем ехать сюда, тренироваться. У нас есть возможность пройти вдоль стройки, посмотреть, как строится мост. Это стройка века. Там столько кранов. Я не знаю, видели ли вы на фотографиях. Фестиваль «Крымский мост» длится неделю. За это время организаторы зафиксировали новые рекорды. В рамках заплыва участников ожидало пересечение пролива на скорость. Помимо гонок на кайтах и катамаранах, зрители на обеих берегах могли посмотреть на состязания виндсерфов и водных мотоциклов. Возможно, фестиваль будет проходить и после сдачи моста в эксплуатацию. Тарас Бризицкий, Служба новостей и ТВ.